И так люди мучаются всю жизнь друг с другом. По многим причинам, первая причина, они эксплуатируют энергию любви. Что значит эксплуатируют? Любовь сильно вспыхивает, любовь это сильная энергия между мужчиной и женщиной. Сильное вызывает, сильное желание счастья означает эгоизм. Мы начинаем тянуть себе любовь. Тянуть себе означает не платим цену. То есть женщина не хочет, а если и хочет, то все равно в этом терпит поражение. Бывает так, что женщина, она выходит замуж и интуитивно знает, как себя вести с мужчиной. Она смотрит ему в глаза, она берет ему, она служит ему, она старается изо всех сил. Она как бы верна ему по гробу. Результат? Он становится гордым. Почему? Потому что он ей доказал, что ты меня так любишь, потому что я лучше тебя. Почему он так считал? Потому что когда человек кого-то любит, вот так. Это называется любовь, вера. Есть любовь, забота, там есть любовь... Это любовь, вера. Есть любовь, служение, любовь, завода. И любовь, наслаждение. Это любовь, вера. То есть она как в Бога верила, в этого человека. Так она любила ее. В результате он стал Богом. Он же не Бог. Он не выдержал этой энергии любви. Эта энергия любви, это божественная энергия. Это супруга Бога. Ее не может человек выдержать. Она обладает колоссальной силой. Особенно такая любовь максимальная. Которую мы должны только к Богу проявлять. Больше ни к кому. Но если мы ее к человеку проявили, человек становится монстром. Сразу же. Если вы такую любовь проявили к сыну, сын станет монстром. К дочери, дочь станет монстром. Она вырастет монстром. Он вырастет монстром. Почему? Потому что такая любовь, слепая. Вера, любовь, вера. У меня сын бундеркинд. Он у меня индига. Хорошо, посмотришь, какой это будет индига. Дальше. Чуть попозже. Итак. Любовь – это опасная энергия. Без знания о ней невозможно быть счастливым в отношениях с ней. Невозможно. Видите, две крайности. Одна крайность – мы бунтуем. Что ты от меня лишнего хочешь? Разрушает семью всегда этот бунт. Вторая крайность – я начинаю верить в человека, служить ему. Я веду себя так, как вы говорите, Олег Геннадьевич. Я уважаю его, ценю все. Но в результате он просто становится монстром. И начинает такие жестокие вещи делать, которые никогда человек не позволил бы себе делать, если бы так его не любили. Он просто становится безумцем, этот человек. И потом сам не понимает, зачем он так себя вел, когда все уже происходит. А что происходит? Разрушает семья потом. Или он сам уходит, или она не выдержит, убегает от него. Хоть и продолжает любить. Как тебя зовут? А? Яна? Будь счастлива. Давай. А есть у нас ведерко какое-нибудь поставить? Цветочки. Давайте изучать, как правильно. Надо ли себя вести так с мужем, как он хочет? Надо. Надо ли себя с женой вести так, как она хочет? Надо. Будет ли наглеть близкий человек от этого? Обязательно. Что делать? Надо иметь знание. Знание заключается в том, что когда человек платит цену, то есть он совершает аскезу и ведет себя правильно с близким человеком, то это как будто в пустоту он отдает свою энергию любви. Потому что энергия любви всегда должна быть защищена. Если взаимности нет, то ее никогда не будет. Потому что ты когда отдаешь любовь близкому человеку, он же не Бог, он же не бескорыстный, он ее просто съедает и начинает думать, что так должно быть всегда. Например, женщина готовит мужу, бескорыстный, радостно, верно. Он ест и думает, мне по судьбе положено, чтобы меня так кормили. Он даже спасибо потом не говорит, потому что, само собой, моя жена мне готовит, само собой. А она при этом вкладывает силы, она ждет, верит, что будет взаимность. Взаимности нет, она разочаровывается, говорит, сам себя готовь, дурак. И он думает, что я такого сделал, что она вообще так себя ведет. Я ничего плохого же не делал, я просто ел. А она просто хотела взаимности и все. Потому что любовь это такая энергия очень ранимая. Нет взаимности, теряются силы любить, все. Человек не может любить дальше. А надо выполнять свой долг. И если ты не будешь выполнять, тогда ты вообще не сохранишь эту энергию. Получаются колоссальные силы противоречия. С одной стороны, я должен к мужчине, должна вести себя так. С другой стороны, он не заслуживает этого. А если я начинаю себя так вести, я через себя перешагиваю. А результат какой? Он наглеет. Но есть и дальнейшие результаты, которые вы тоже должны знать. Первое, что надо знать. Любви не достоин тот, кто не любит Бога. Ее супруга. Я объясню, как это работает. Вот смотрите, любовь между людьми всегда... Это вызов. Это опасность. Всегда. Если ты очень сильно стараешься думать о Боге, читать Священное Писание, молиться Ему, пытаешься жить по законам Бога в этом мире, то Бог тебе дает назад что? Он дает тебе силу, в которой ты чувствуешь себя самодостаточным. Все люди в этом мире ущербные. Им не хватает друг друга. Понимаете? Поэтому они ищут, бегут. Все люди над землей вечно ищут счастье. Но надо понять такую вещь, что человек, который живет для Бога, делает все, как он хочет, такой человек получает определенный вид награды. Только один в сердце. Он чувствует, что ему так хорошо. Ему уже никто не нужен. Этому человеку. Ему и так хорошо жить. Он счастлив с Богом в отношениях. И люди делятся на две категории, которые служат Богу. Одни люди говорят, я счастлив и так с Богом. Пошли все нафиг. Мне никто не нужен. Я буду жить один. И Бог таких людей не любит. Хотя и дает возможность им служить. Есть вторая категория людей, которые любят Бога. Они служат Богу. Получают эту силу самодостаточности. И все равно идут и отдают ее людям. Хотя, в общем-то, они в этом и не нуждаются уже. И вот этих людей Бог любит очень. И в этом заключается секрет семейных отношений. Смотрите, допустим, мужчина получает силы от Бога. Он приходит домой и начинает прыгать на задних лапках перед женой. Очень нежно, ласково себя вести с ней. Благородно, ответственно. Вот для нее все делает, как она хочет в жизни. И в тот момент, когда она обнаглеет, а это произойдет обязательно, он просто перестанет это делать и все. В такой степени. Может быть, будет, но не так сильно. И она попытается вырвать из него то, что он делал до этого. И это имеет три стадии. Первая стадия – гнев. Вторая стадия – подкуп уговора. И третья стадия – диалог. Когда она доходит до стадии диалога и говорит, что с тобой стряслось вдруг опять. Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час, и другой подряд. Когда она доходит до стадии диалога, то он ей по-доброму объясняет. Моя дорогая, все хорошо. Спасибо тебе, что ты рядом со мной. Пожалуйста, так не надо себя вести. Или хотя бы делай это как-то аккуратнее. Даже не надо слово в отношениях, нельзя произносить. А просто как-то иносказательно, аккуратно объяснить, что так не надо. И тогда человек будет пытаться понять твой близкий. Потому что он, когда слушать тебя будет, когда ты ему что-то объясняешь, он в этом время находится в беззащитной, ранимой позиции. Поэтому в отношениях между мужем и женой никакое давление вообще не приемлемо. Потому что там, где есть сильная энергия любви, любое давление вызывает, возникает сильнейшую, тяжелейшую боль. Поэтому и ваш вопрос, который вы мне все хотите сказать. Почему я не могу ничего сказать своему мужу? Почему, когда я говорю что-то своей жене, она меня не слушает, она бунтует? Почему даже Олег Геннадьевич своей жене ничего не может сказать? Она говорит, ты там на лекциях все это рассказывай. Почему нет пророков в своем Отечестве? Почему близкие люди не воспринимают никакой философии, никакого знания от тебя? Почему с близким человеком невозможно от сердца поделиться ничем? Он все начинает воспринимать в штыки. Потому что у нас не хватает деликатности в вопросах, в соотношениях с энергией любви. Деликатность нужна. Деликатность означает очень аккуратно, очень бережно. И если ты хочешь воспитывать близкого человека, делай это так, чтобы он даже не заметил, что ты его воспитываешь. Например, у каждого человека есть свои бзики. У меня жена, допустим, она когда развешивает белье, она так это аккуратно делает. И даже гладить потом не надо. Так все висит хорошо. Но я, понимаете, я же мужчина. Это значит, что я не аккуратный человек. Я могу пройти мимо и задеть за белье. И все там, вот она час там это все развешивала, все это в результате приходит негодность. Ну, я просто утрирую, не то, что я там буду задевать. И поэтому она боится, чтобы я ходил рядом с ее бельем. Если я иду, она говорит, не подходи сюда, не ходи. Ну, такая. У каждой женщины свои какие-то страхи. Я как бы ничего не говорил. Я просто не ходил. Но в один день прекрасный, когда мне было хорошее настроение, я встал в этом месте, где висит белье. И когда она туда заходить начала, я начал ходить вот так вот. Говорю, не подходи, там белье. Вот так вот в страхе как бы смотрел на нее и не подпускал. Она говорит, ты чего сначала? Я говорю, ты заденешься белье, не подходи. И она потом упала, начала смеяться. Почему? Потому что она увидела себя. В результате того, что я сделал, она поняла. Она поняла, что так не надо себя вести. Ну, так вот только можем воспитывать близкого человека. То есть с помощью шутки, с помощью какого-то такого поступка, который смешно выглядит очень. Деликатно очень. Что касается мужчины, что касается женщины, одинаково. Все чувствительны в любви. Само давление. Да ты знаешь, кто ты! Это не дает никакого результата. Это разрушает отношения, вызывает сильную боль. Человек настолько тупеет, что он никогда не поймет, что ты от него хочешь. Невозможно просто. Знание не передастся в его сердце, которое ты хочешь вложить. Это невозможно. И даже если ты чуть-чуть на него нажмешь, он просто не сможет принять это все, потому что это не те отношения. Между мужем и женой не может быть никакого ни женского давления, то бишь эмоционального. Женщина давит эмоциями. Пойдем, я тебе сейчас хочу кое-что сказать. Он говорит, давай завтра, я сегодня устал. Почему он не переносит этих эмоций? Ему очень тяжело. Мужчина, а женщина эмоциями давит. Запомнили? Мужчина давит волей. Говорит, ты слышала, что я тебе сказал. Волей, когда мужчина давит, женщина. То есть, господи, я не могу это слышать. То есть, женщина настолько чувствительна к мужской воле, что у ней напрягаются мозги от этого, когда он давит. И она вообще перестает соображать даже иногда. Она не понимает, что он хочет сказать даже вообще. Он говорит, ты слышишь меня или нет? Она говорит, слышу, слышу. Сама ничего не слышит при этом. Так сильно больно женщине, когда мужчина давит своим авторитетом, своей волей, своим знанием на нее. Она просто с ума сходит от этого. И так тяжело и больно. Он не понимает, что ей надо просто по-доброму все объяснить. И что ей насказательно. Чтобы она не почувствовала, что это ее касается. И тогда она это поймет легко. Вообще без проблем. Женщина вообще любит знания. Она когда лекции слушает, она вообще... Все впитывает в себя. Мужчина никогда так себя на лекциях не ведет. На первой лекции мужчина смотрит на меня, думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. На первой лекции он изучает. На второй лекции, что он понял, что не дурак, можно послушать, то он сравнивает со своим знанием. Говорит, да, это согласен. Это не согласен. И когда, допустим, жена спрашивает, и после этого говорит, ну что? Тебе понравилось? Он говорит, да, я это все знаю, мне понравилось. Знакомая история? То есть мужчина и женщина абсолютно разные во всем восприятии. И не то, что это плохое у мужчины, восприятие у женщины хорошее. И все хорошее, и то, и это. Но надо знать одну вещь. Что в отношениях к любви есть цена. Какая цена? Цена такая. Ты должен научиться служить любви близкого человека и забыть про свою. Для того, чтобы эту цену заплатить, есть только один нормальный способ. Это служить Богу и любить Его. Когда человек любит Бога, он становится самодостаточным, не упадает энергии любви. И он близкому человеку отдает столько, сколько может. И не теряя при этом своего и себя. Но если человек служит близкому человеку так, как надо, но Бога при этом не любит, он становится униженным. Почему? Потому что он все ему отдает, у него там ничего нет уже. Бог назад ему не дает, у него ничего нет. А назад ничего не получает. И это называется унижение, предательство со стороны близкого человека. Поэтому никто не может любить близкого человека, кроме тех, кто умеет служить Богу или любить Его. Потому что нужно получить эту энергию сначала, которую ты хочешь отдать. Мы не самодостаточные. Нам надо сначала иметь что-то, чтобы отдавать. Тогда мы можем легко любить близкого человека. Любовь будет наполнена чувством собственного достоинства. Что это значит? Это значит, что я тебе отдаю что-то, но при этом ничего не теряю. Вот как выглядит голос наполненный чувством собственного достоинства, допустим, мужчины? Мужчина вроде бы унижается. То есть он извиняется перед женщиной. Но при этом... Что значит самодостаточный? Это значит, что он не теряет себя при этом. Он просит прощения у женщины, она может капризничать при этом. Но мужчина не теряет себя, потому что он наполненный. У него хватает сил. И такой мужчина женщина очень сильно любит. Почему? Потому что он делает правильные вещи, он просит прощения у жены. Она этого хотела, чтобы он просил у нее прощения. Но при этом не теряет себя. И для любви нужны силы. Допустим, женщина, она говорит, мой дорогой, ты у меня самый лучший. Я верю, что ты у меня бросишь пить, устроишься на работу и никогда не будешь гулять. И при этом она не унижена. Она улыбается, говорит ему все это. И она чувствует себя хорошо. И он думает, ради такой женщины я все это сделаю. Потому что я не достоин такого человека. Он будет думать. Почему? Потому что она не унижена. Ей так хорошо. Ей так хорошо, но она при этом служит ему. Господи, так это же вообще святая. И начинает исправляться. Когда мужчина видит, что женщина святая, а он именно так должен свою жену видеть, ну сразу исправляется. Потому что женщина соткана из чистоты, это ее природа. А мужчина соткан из воли или победы, это его природа. Когда мужчина видит женскую чистоту, он исправляется. Когда женщина видит мужскую волю, она успокаивается, становится послушной. Расслабляется, успокаивается. Так устроен этот мир. Но воля мужчины должна направлена быть на правильные вещи. А чистота женщины должна быть тоже доброй, а не злой. Это очень важно понять. Невозможно женщине иметь добрую чистоту без Бога. Невозможно мужчине иметь благородную волю без Бога. Потому что мы конечные. Мы не солнце, которое светит всегда и везде. И не заканчивается этот свет солнечный. Наш свет заканчивается. Жена говорит, я уже не могу больше тебя готовить. Я устала. Ты даже спасибо не говоришь. Он говорит, ну спасибо, моя хорошая, давай еще поготовь. Че ты? Она говорит, че ты, че ты? Может скажешь что-нибудь хорошенькое? А че ты хорошенькое сказать? То есть она его раздражать начала. Она из него что-то тянет. Потому что энергии любви тянуть нельзя. Как только начинаешь тянуть, сразу ты вызывает протест. Например, жена муж говорит, разговаривай со мной чуть-чуть. Нежнее. Энергия любви тянуть не может так разговаривать. Везувий в нем просыпается. Почему? Потому что нельзя насиловать энергию любви. Это супруга Бога. Она не может так разговаривать. Почему она говорит? Потому что она не может так разговаривать. Она женщина. Говорит, чуть-чуть нежнее. Почему? Потому что она насиленно для энергии любви совершила. Нежнее можно только по доброй воле говорить. Потому что энергия любви проявляется бескорыстно. Только по доброй воле. А если ты вытягиваешься из близкого человека, тогда вообще ничего не будет. Или мужчина. Давай, ложись. Будем любить друг друга. Она ему по щеке. Хлясть. И пошла. Почему? Потому что энергия любви не терпит насилие. Хоть ты мужик, хоть не мужик. Ты хоть кто. Какая разница. Поэтому нужно это понять. Что это непростая штука. Не просто так у нас не получилось. Мне не повезло, Олег Геннадьевич. Не того человека встретил. Почему-то не повезло. Ты не знаешь, чем умеешь делать. С какой силой. Вот и все. Интересно знать, что когда ты, допустим, уже начал действовать правильно, то как будто действуешь, делаешь шаг в пропасть. У тебя уже есть силы. Ты уже с Богом имеешь отношения, молишься, живешь правильно. У тебя самодостаточная жизнь. Вроде тебе уже никто не нужен, но ты все равно решил отдать свою жизнь близкому человеку. Делать так, чтобы кто-то в жизни, один из двух, был счастливым. Что случилось? Упали прям? Ну, помогите им кто-то, встаньте. Я вам благодарен очень за такое слушание. Итак, вот вы, допустим, уже все правильно делаете, то есть вы, у вас хватает на это силы, благородно себя ведете с близким человеком. Вы поняли, кто такая женщина, и служите ей как слуга. Заботьтесь каждой эмоции, каждое слово, каждый шаг, внимательно относитесь к ней, ласково, заботливо. Вы скажете, что, обязательно, Олег Геннадьевич, так? Да, обязательно так, потому что по-другому она свою любовь дарить не будет. Потому что именно этого она ждет. Она готова отдать любовь именно за такое поведение, а не за что-то другое. Когда мужчина действительно как бы жертвует собой, он там ласково, нежно, скажете, Олег Геннадьевич, что вы хотите из меня сделать подкаблучника? Подкаблучник – это тот, кто это делает, потому что он зависим от своей жены. А если ты зависим от Бога и делаешь это, как благородный человек, ты не благородный подкаблучник, ты делаешь то, что женщине надо просто и все. И у тебя нет никаких никакого злого умысла, ты просто хочешь, чтобы она была счастлива. Хотя бы один, чтобы человек в нашей семье был счастлив. Делаешь это для нее. Дальше ей. Если вдвоем не можем, хотя бы один, так всегда начинается любовь. Настоящая в семье. С этого поступка кого-то, мужчины или женщины. Неважно. Кто-то первый должен сделать это. И когда этот шаг сделан, близкий человек начинает сначала этим пользоваться. Благодарности не чувствуется. Но в его сердце, несомненно, будет зреть благодарность, потому что это всегда ответ на любовь. Если в твоем сердце появилась правильная способность действовать по отношению к этой энергии, супруги Бога, к энергии любви, самой могущественной энергии на земле, самой мощной, самой неподкупной, самой свободной, независящей от тебя или кого бы ни было. Любовь невозможно возбудить в своем сердце. И невозможно остановить в своем сердце. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, я уже не могу. Как мне забыть своего мужа? Не сможешь забыть. Мы не можем ничего с этой энергией сделать. Не можем включить, не можем выключить. Она не зависит от нас. Она подчиняется только Богу. И так ты начал действовать как надо. Близкий человек, внешне, начал пользоваться этим. Он начал расслабляться, делать, что хочешь, начал тобой помогать, насмехаться над тобой, начал. Шутить над тобой начал. Знай, что ничего страшного в этом нет. Потому что если ты самодостаточный, тебя это не сломает. Ты знаешь, что все имеет свою последовательность. И это только первый шаг в отношении. Потому что дальше будет второй. А второй означает, что ты в какой-то момент, когда человек переходит немножко черту, немножко, ты начинаешь отдаляться от него чуть-чуть. И не даёшь ему столько, сколько ему надо. Но при этом ты делаешь это очень благородно, не из злобы. И он пытается это получить назад. Сначала силой, потом подкупом. А потом начинает беседовать с тобой. И в этот момент ты можешь его воспитывать. То есть сказать ему как правильно. И он услышит это и будет это делать. То есть второй шаг, вторая стадия отношений, первая стадия – это служение. Или платить цену называется эта стадия. Очень трудно её заплатить. Когда вы заплатили, ругань, скандалы заканчиваются. Но вам кажется, что вы унижаетесь, и как будто бы этому конца и края нет. Но вы не унижаетесь при этом. У вас есть, хватает силы. Просто вы чувствуете, что он считает, что вот так надо. Что это правильно. Что я тут прыгаю перед тобой, а ты передо мной нет. Ну, несправедливая ситуация возникает. Потом дальше слушайте. На второй стадии у человека возникает сердце чувство, когда ты несколько раз его повоспитывал. У человека близкого возникает чувство, что ты в отношениях с необычной личностью. Что этот человек выше тебя, лучше тебя. Он тебе служит, но при этом себя не теряет. Возникает ощущение благодарности. И близкий человек начинает говорить тебе такие слова. «Я рад, что ты у меня есть». «Как хорошо, что мы вместе». И так далее. То есть, вторая стадия любви называется благодарность или уважение. То есть, человек начинает видеть необычные качества у близкого человека. На второй стадии. Необычные качества. Потому что, когда люди начинают любить друг друга, в этот момент включается судьба. И она заставляет меня мучить своего близкого человека. И я делаю то, что ему приносит жуткие страдания. И когда эти действия происходят, то ты запоминаешь, насколько больно тебе приносит. Боли много этот человек. А когда боль приходит в жизнь, тогда ты видишь только это и больше ничего. И ты смотришь на близкого человека и думаешь, я не хочу больше с тобой жить, потому что я так устал, так устал. Мне столько боли уже это причинил. Но он даже не знает о том, что он это причинял. Потому что, когда он это делал, в его сердце было чувство справедливости очень сильно. Он думал, так надо, это правильно. И совершал этот поступок. Совершал, делал больно. И вот именно это мы видим друг в друге, когда пожили какое-то время. Просто одну боль. И всё. Теперь, если вы действительно правильно научились себя вести по отношению к близкому человеку, во-первых, вы перестаёте становиться орудием в руках его судьбы. Это не значит, что судьба не будет действовать. Она будет действовать через других людей. Вы заметите, что его будут наказывать другие люди, если вы не наказываете. Это не то, что обязательно вы должны его наказывать. Вы поймёте это. И на второй стадии отношений наступит интересная вещь. Вы начнёте видеть, несмотря на то, что вы как бы унижались, чистоту в этом человеке. Потому что он будет благодарен. Через благодарность вы начнёте видеть в нём чистоту. И красоту, и хорошее всё. А он вас. И эта стадия вторая называется уважение или благодарность. Уважение — это результат, а благодарность — это сила, которая вызывает этот результат. У вас появится благодарность друг к другу и уважение. И на этой стадии вы перестанете видеть недостатки как основу близкого человека. А будете как основу видеть чистоту. И вы также будете видеть на этой стадии уже, что этот человек вам не зря дан Богом, и вы не зря с ним живёте. Что он ваш человек, похож на вас. Вот она, вторая стадия. Смотрю в тебя, как в зеркало, Как в самоотраженье, И вижу в нём любовь мою, И думаю о ней. Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает долгую, А жизнь ещё длиннее. Почувствовали эту вторую стадию? Смотрю в тебя, как в зеркало. Дальше поехали. Проходит какое-то время. На первой стадии, когда человек жертву сделал, Он начал служить близкому человеку. Эта стадия также называется принятие. Ты принимаешь близкого человека таким, как он есть. Принимаешь — означает, ко всему привык. Он тебя не беспокоит уже. Ты приходишь домой, Тебе спокойно, Ты знаешь, что ты не ругаться идёшь, К себе домой. Почему? А ты всё принял уже, Ко всему привык. Всё, что у него есть. Ты принял этого человека. И поэтому можешь ему служить спокойно. Делать то, чтобы он был счастлив. Очень страшно даже думать Об этом пути человеку. Но это единственный путь В сохранении семьи. Вторая стадия называется уважение. Люди чувствуют, Что они не хотят бросать друг друга. Уже начинают это чувствовать. Потихоньку. До этого они как бы не чувствовали. У них были сомнения. И вот эта стадия начинает чувствовать. Но на третьей стадии, которая называется верность, Они уже никогда друг друга не бросят. Потому что они увидели то, что больше никто никогда не увидит. Они увидели рай рядом с близким человеком. Когда человек эту цену любви платит, Он платит такую цену в отношениях сильную. И уважает близкого человека, несмотря на то, что тот ему приносит боль. И близкий человек тоже начинает за это уважать. Постепенно приходит время, и они начинают очень много чистоты друг к другу видеть. И эта стадия называется верность. И она приносит очень много счастья уже на этой земле. Но так как больше никто столько тебе счастья не даст в жизни, а ты его заслужил, потому что ты прошел эти стадии, В следующей жизни ты будешь жить с этим человеком. И ты чувствуешь это. Ты видишь, что у вас вечные отношения, глубокие, чистые, светлые. И поэтому бросать тебе незачем этого человека. Потому что ты получаешь все, что хотел от него, хоть и не верил в это раньше. Это чудо. И это чудо бывает на этой земле. Хотя многие и не верят, что именно с этим человеком. Субтитры сделал DimaTorzok